Привет, друзья! Александр Беляк, я рад вас приветствовать на своем канале. И здесь мы продолжаем читать книгу «Псалтырь». И сегодня у нас по плану 20-й Псалом. Я сделал этот проект, чтобы объединить верующих людей вокруг Слова Божьего. Библия изменила жизнь многих людей. И я один из тех людей, которого Бог изменил через Его Слово и продолжает изменять. В Писании мы имеем самое точное руководство, которое у Бога есть для нас. И если о многих вещах мы можем только догадываться, то, внимательно изучая Слово Божье, мы получаем точные инструкции того, как мы можем жить, как мы можем побеждать, как мы можем выходить из различных ситуаций. Поэтому, конечно же, для верующего человека Слово Божье – это настольная книга. И я вдохновляю вас, друзья, продолжать читать, изучать Слово Божье. Чтобы вы получили максимум пользы от того времени, которое мы проводим вместе, я рекомендую после просмотра видео внимательно прочитать тот псалом, о котором мы говорим. И после этого не спешить уходить куда-то по своим делам, но остановиться и остаться в Божьем присутствии, чтобы поразмышлять о том, что Бог хочет сказать именно вам. И если вы получаете какие-то откровения, если вы получаете какое-то руководство, запишите это здесь внизу под видео. Пусть оно останется на память вам и также благословить других людей, которые вместе с вами читают Писание. После этого подумайте. И если вы можете хоть как-то применить Слово Божье, постарайтесь это сделать сразу же. Не оставляйте на потом. Потому что именно послушание и приносит невероятные изменения и благодать в нашу жизнь. И последнее, что я рекомендую вам делать, это поделитесь в течение дня с кем-то Словом Божьим. Возможно, люди из вашего окружения ожидают Слова от Бога. Именно вы можете быть ответом для них. Итак, этот псалом является логическим продолжением предыдущего. И если 19-й псалом был молитвой перед битвой, то 20-й псалом – это песнь восхваления после одержанной победы. И как мы говорили уже вчера, это часть обязательной церемонии. Потому что победил не просто царь Давид и не просто израильский народ, но победа принадлежит главнокомандующему. Господь победил в этой битве. Содержание этого псалма мы можем разделить на две части. Вначале хвала за нынешние и предыдущие победы, которые были одержаны в Господе. И дальше следует хвала за те победы, которые будут еще одержаны в Господе. После того, как вы прочитаете этот псалом, подумайте о тех победах, которые вы уже обрели. Подумайте о том, как Бог уже проявился в вашей жизни. И не забудьте поблагодарить Его за все то, что Он уже сделал. Но, конечно же, давайте будем продолжать ожидать того, что впереди у нас еще много сражений, а значит много побед. Духовная борьба и победы в Господе – это не только тема Ветхого Завета. Новый Завет также наполнен историями противостояния добра и зла, света и тьмы Бога и сатаны. И мы с вами, верующие люди, христиане, не просто наблюдатели, но мы непосредственные участники в этой борьбе. Когда мы читаем Новый Завет, то мы видим, что Иисус не только призывает нас быть победителями, но также и оставляет обетование, вознаграждение за те победы, которые мы обретем. Я хочу показать вам эти обетования в книге Откровения 2-3 глава. 7 стих «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». 11 стих, здесь же 2 главы «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». 17 стих 2 главы «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». 26 стих 2 главы «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные не сокрушаться, как и я получил власть от отца моего, и дам ему утреннюю звезду». 3 глава 5 стих «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». 12 стих 3 главы «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». И 21 стих 3 главы «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Иисус хочет, чтобы мы участвовали в его битвах, и чтобы мы выходили победителями, потому что он уже победил. Размышляя о теме личных сражений и побед, вспоминайте о тех обетованиях, которые оставляет нам Господь. Потому что побед не бывает без сражений. Друзья, пусть Бог укрепит нас всех в вере и в следовании за Господом Иисусом Христом. И я желаю, чтобы мы достойно прошли те сражения, в которые Бог вводит нас во имя Его. Также не забывайте о том, что всякая победа должна заканчиваться хвалой и прославлением Господу. Потому что именно Он является нашим главнокомандующим, кто ведет сражение. И если мы в нем, мы обязательно выйдем победителями из любой битвы. Прочитайте внимательно теперь 20-й Псалом. Послушайте, что Господь хочет именно вам сказать. Запишите ваши комментарии здесь внизу под этим видео. Подумайте, можете ли вы как-то применить то, что вы узнали в своей жизни. Поделитесь с кем-то Словом Божьим. И наполняйтесь благодатью Божьей каждый день. И с вами был я, Александр Беляк. Будьте благословенны. Будьте благословенны.